В этом видео я подробно расскажу тебе, как общаться с иностранцами в КС. Немного произношения, основные слова, фразы и обороты. Поехали! Всем привет, пчелы! С вами, как всегда, Джинкс, и вы на канале Рожби. Уже через выпуск мы запустим конкурс на фраге с тегом HoneyPig, поэтому вступай в группу Стима, а также не забудь подписаться на Twitch, чтобы не пропускать интересные стримы. Игровые рукава также в процессе, так что следи за соцсетями. Сегодня нет камеры, потому что у нас творческий беспорядок, мы собираемся в отпуск, но тут она нам и не понадобится. Окей, общение с иностранцами в КС. Многие из вас просили этот ролик, и мне часто прилетают сообщения вроде «Лех, как общаться с буржуями, как их понимать, я ничего не знаю, ничего объяснить не могу». Я сам не могу объективно оценить, насколько сложно многим будет с нуля запомнить, понять и, главное, произносить слова и фразы, потому что английский я учил всю жизнь. Но если хотя бы в школе вы были на паре уроков, то вам уже будет легче. Но и те, кто вообще с английским никак не связан, при небольшой трате времени смогут выдавить из себя хотя бы основные вещи. Само собой, в общении с иностранцами работают все правила коммуникации, про которые я говорил в прошлом выпуске. Поэтому, если ты его не видел, то после ролика обязательно посмотри. Все фразы и слова в этом выпуске я буду произносить как надо, с акцентом, но также приведу транскрипции в описании. Выдавливать и корчить произношение вам не обязательно. Если, например, это фраза «Let's go for retake, I have a diffuse kids», вы можете сказать «Let's go for retake, I have diffuse kids» и вас обязательно услышим. Но вы поняли, это точно лучше, чем промолчать. И да, ребят, сразу говорю, здесь будут слова как совсем для новичков, так и фразы посложнее. Мы, как всегда, движемся от более простого к сложному. И еще важная вещь. Куча слов уже давно перетекло из английского в русский, в том числе и позиций. Все вы знаете, что такое «push», «diffuse», «retake», «stairs», «connector», «rump up», «palace». А это все американские слова, и это облегчает нам задачу. В этом выпуске позиций не будет, так как многие из них вы и так знаете, а остальное можно загуглить. Первый блок – основные глаголы и обороты. Глаголы, обозначающие действия или перед, во время, после него. Перед каждой фразой, где можно употребить «я» или «мы», я буду писать «I» слэш «we». Короче, «I» – это «я», «we» – это «мы». Начинаем с простого и основного. Just – просто. Do – делай. Do it – делай это. Just do it – просто сделай это. Just do it! Go – иди или идти? Come – иди. Come on – это что-то более мотивационное. Давай уже, поехали. Come on, buddy. Wake up. Проснись. Help – помогать или помощь. Help me, help him. Помоги мне, помоги ему. I know – знать или знаю. I know something – я знаю что-то. I know that you are idiot. Я знаю, что ты идиот. Slow или hold – играть медленно. При этом hold something – в основном держать что-то или остаться где-то в конкретном месте. Например, hold lobby – значит, стойте и контролите лобби. Control – соответственно, контролить или контроль чего-то. Wait – ждать. Например, wait for push или wait for me. Подождите, пока они запушат или подождите меня. Fast или push – давить быстро. Fast конкретно. Быстро, push – это пушить или давить. Но, в принципе, можете использовать и то, и другое. Retake – очевидно, ретейкать. Просто take – возьми, возьму, взять. Например, take the gun – возьми оружие. Или I will take the gun – я возьму оружие. Drop – скидывать или падать. Например, let's drop pop dog – давайте упадем в pop dog. А если please drop me AK47 – это пожалуйста, дропните мне AK. Cover – прикрывать или прикрыть прикрой. Cover me или cover him – это прикройте меня или его. Save – сейвить, сохранить оружие. Let's save it. Let's make a save. Chill – чилить, отдыхать, расслабиться. Вообще, это можно употребить, когда кто-то там в чат флудит. Или, чтобы опять же, обозначить hold. Мол, давайте успокоимся. Let's chill. Boost – очевидно, забустить или подсадить. Please – пожалуйста. Worry – волноваться. Или don't worry – не волнуйся, не волнуйтесь. Rotate – перетягиваться, стягиваться. Split – разделиться, ну, сплетануть какую-то точку с двух сторон. Fake – фейкануть, обмануть. Throw – кинуть или закинуть. Кинуть гранату или закинуть раунд. Например, why you throw the game – это зачем вы закидываете игру. Но throw the flash – это кинуть флешку. Shoot – стрелять или выстрел. Speak – говори. Tell – рассказывать или объяснять. Tell me why you did it. Скажи мне, зачем ты это сделал. Plant или planting – заплентить или поставить бомб. I will plant the bomb. Или I'm planting. Kill или killed – это убить или убитый. Или был убит. Listen – слушать. Hear – слышать. Can you hear me? Это ты меня слышишь? Can you listen to me? Можешь ты меня послушать. Move – двигаться или двигайся. Пожалуйста, стой здесь или давайте постоим здесь. Repeat – повтори еще раз. Это очень важно, если вы не поняли, что сказал американец. Can you please repeat once again? Пожалуйста, можешь повторить, что ты сказал. Understand – понимать. Соответственно, don't understand – я не понимаю. I don't understand. I understand. Do you understand me? Ты меня понимаешь? Pick – пикать. Don't pick – не пикать. Please don't pick – не пикать. Hide или shift – спрячься или нажми shift. Can we hide right now? Можем ли мы сейчас спрятаться? Reload – перезарядка. You need to reload. Тебе нужно перезарядиться. И crouch – это ползти. Кстати, многие буржуи смотрят не только на акцент, но еще и на скины. А если у тебя есть только ширп, то его ты можешь поменять на реальные деньги или хороший скин на скин трейде. Например, я уже пару раз туда сливал весь хлам и вывел на Яндекс деньги. И тебе советую, зачем это все лежит. Все приходит реально быстро, вариантов вывода хватает, да и техподдержка, если что, поможет. Цены формируются по рынку, используя Steam Analyst, так что за это можешь не переживать. Еще все любят халяву и призы, и тут она тоже есть. Чем больше кейсов или скинов ты меняешь, покупаешь и продаешь, или приводишь рефералов, тем больше становится твой левел. А за каждый левел ты получаешь крутой приз. Тут есть и донат с кинами, и реферальная программа. Но самое главное, что обмены и продажи происходят практически моментально. В прошлый раз мне на Яндекс залетело все реально за минуту. Короче, братан, не копи у себя ширп в инвентаре, меняй его на что-то годное или на реальные деньги. И ссылка на скин трейд, как всегда, в описании. Окей, идем дальше. Обороты. Как правильно употреблять эти слова в связке с Я, Мы, Ты и в других нужных ситуациях. Don't – это отрицание действий. То есть, don't hold – не халди. I don't know – я не знаю. И так далее. Let's. Let's push. Let's diffuse. Let's retake. И так далее. Это давайте. Просто приставка давайте. Let's buy right now. И так далее. I или we will. Я или мы. Буду или будем. Короче, это будущее. Очень часто сокращается до двух L и получается I'll. Не I will, а I'll. I'll buy Aki in the next round. В следующем раунде я куплю Ака. I want. В основном говорится I want to. Это я хочу. I want to force. Например, я хочу зафорсить. При этом I want you to. Это я хочу, чтобы ты что-то сделал. I want you to force. I или we need. Нам надо. Почти необходимо, потому что есть еще should, про которое я скажу дальше. Например, we need to come out faster. Нам нужно выходить быстрее. И опять же, как в случае с want. I need you to. Это мне надо, чтобы ты что-то сделал. Например, I need you to open the door. Мне нужно, чтобы ты открыл дверь. Соответственно, we should или I should. Нам стоило бы или следует. Это немного мягче, чем need. То есть нам стоило бы. I think we should push right now. Мне кажется, что нам желательно запушить. I или we have. У нас есть. We have money. Let's buy right now. У нас есть деньги. Давайте сейчас закупимся. Но при этом I или we have to. Опять же, мы должны что-то сделать. We have to split B. Нам нужно засплитить B. That's или that was. Например, that's bad или that was bad. Это плохо или это было плохо? That's a bad idea. Это плохая идея. Sure – это уверенность. Вы просто можете спросить Sure. И это будет означать, ты уверен? Но при этом можно сказать Are you sure? Are you sure? Are you sure you want to do it? Ты уверен, что ты хочешь это сделать? Прошедшее время. В большинстве глаголов мы представляем ED, то есть ED, если это прошедшее время. Есть много исключений, но их вы уже загуглите. После я, то есть I, используем was. После он или они используем were, если действие происходило в прошлом. I was, you were. I was planning, you were. They were planning. Они ставили бомбу или я ставил бомбу. При этом I planted или I killed – это действие, которое в прошлом завершилось. То есть не я ставил бомбу, а я поставил бомбу в прошлом. Поэтому здесь was и were не нужны. В целом любой глагол вы можете употреблять в таком роде и вас поймут. Planted, rotated, diffused и так далее. Сейчас существительные иноречия. Сначала общие, потом игровые. And, so what? Это и. Или что с этого? И что с того? Вам что-то говорят? Вы говорите and, типа что ты имел в виду? Или so what? И что? Where – это где? Why – это зачем? What – это что? What for – это для чего? Например, чел говорит, я там что-то сделал. Ты говоришь, what for? Для чего? Seriously? Серьезно? Right now? Прямо сейчас? Probably – это возможно. Probably they're holding be. Probably they're going to push soon. Возможно, они скоро запушат. Through – насквозь, через что-то. Но при этом, естественно, не обязательно прям насквозь. То есть, let's go through the long. Пойдем через лон. Info или information – это инфа. I had no info. У меня не было инфы. Да, кстати, вот глагол have в прошедшем будет had. Не had. Had. Reason – причина. What is the reason? Какова причина? Почему ты сделал то или иное? What was или what is the reason? What is the reason? Это какова причина сейчас? What was the reason? Какая была причина? Default. Вообще-то, дефолтный или стандартный, при этом дефолтом называют позицию дефолта. Это понятно. There is. There is something. Там что-то. Например, there is one guy. Но при этом there are two guys. Когда чего-то несколько, то тут уже are. Open или opened, открыть или открыто. I opened B. Я открыл B. То есть, я убил на B и оно открыто. Problem. Проблема. Trouble. Проблема, но как бы посерьезнее. We are in trouble. У нас траблы. Dead – это умер или мертвый. He is dead. Соответственно, alive или he is still alive – это живой или он все еще живой. Maybe. Возможно. Sorry – извини. Low – низкий. В основном это употребляется как бы в HP. He is low. Вы это слышали, я бы. HP, соответственно, HP. Bad – плохо. Good – хорошо. Very – очень. Very bad. Very good. Very strong. Очень сильно. A lot – много. More – больше. Idea, plan. Соответственно, идея или план. I have an idea. Не a idea и не the idea, но I have an idea. One, two, three, four, five – соответственно, от одного до пяти еще. Inside – внутри, outside – снаружи. Outside – не только улица на нюке, но еще и, в принципе, снаружи чего-то. Close to – возле чего-то. He is close to rap – он близко к рампе. Behind – это сзади. He is behind me – он сзади меня. Between – это между чем-то. И back – это вообще спина, но употребляется тоже как сзади. Например, he is on your back. Он за тобой, он сзади тебя. Дальше. Nade – это гранат. Не надо говорить grenade, можно сказать nade, но при этом еще nade употребляется как глагол. Так же, как и flash, и smoke. То есть, can you please nade the door? Можешь, пожалуйста, взорвать дверь. То же самое, can you flash for me? Можно сказать, can you throw a flash, но можно просто сказать как глагол. Can you flash, please? То же самое, smoke. Can you smoke something? Ты можешь что-то засмочить. Wall – это стена. Bomb – это бомба. Gun или device – это оружие. Wall bang или two wall bang – это прострел. Это, опять же, и глагол, и существитель. One more – еще один. One more guy in the side. Еще один человек в сайте. Bullets – пули. Out of – вышел откуда-то. Обычно это употребляется так. Out of the door или he is out of the door. Он вышел из двери. Но еще есть такая фраза, например, he is out of control. Типа, он сумасшедший, он вышел из-под контроля. Left side, right side – это слева или справа. При этом правильно говорить on the left или on the right. Если он справа или слева у конкретного человека, то вы говорите he is on your left или he is on your right. Under – снизу, под чем-то. Under you – это под тобой. Ну и такая позиция на мираже тоже есть. Она тоже underground. Top of – на чем-то. Например, top of side. Он сверху на side. Careful – аккуратно. No money или we have money. Нет денег или, соответственно, есть деньги. Equal, force, buy. Это эко, force или buy. Это понятно. Next round, last round, previous round. Следующий, последний или предыдущий раунд. Crossfire или let's make a crossfire. Давай станем перекрестным огнем. Clear – это чисто. И stack – they stacked. Они стакнулись. Окей, еще немного дополнительных фраз и слов. Anyway – в любом случае. Doesn't matter. Неважно. Это неважно. It doesn't matter. Chill up. Успокойся. Остынь. Nice try. Хорошая попытка. Good job. Отличная работа. Come together или play together. Идем вместе или играем вместе. Go back, run away, go away. Это одно и то же. Уходим, бежим назад. Nobody или no one. Никого. Например, there is nobody. Или no one was there. Там никого или там никого не было. Blind или full blind. Я слепой или полностью слепой. No problem. Без проблем или нет проблем. Сокращается также NP. То же самое и GGE, и NT. Иностранцы все так и понимают. Too much. Слишком много. Например, you speak too much. Ты говоришь слишком много. No way. Да ладно, не может быть. No way, he did it, really. Типа... Да ладно, не может быть. Он реально это сделал? Oh my god. Боже мой. Holy shit. Вот дерьмо. Excuse me. Извини меня. Sorry for that. Извиняюсь за это. Thanks a lot. Большое спасибо. Don't give up. Не сдавайся. Вот это очень важно, ребята. Don't give up. Never give up. Никогда не сдавайся. Don't tilt. Ну это понятно. Tilt понятно. Tilt. Don't tilt. Не тильтуй. That's it. Да, так и надо. Или вот он. Да, вы куда-то вышли, кого-то убили. Ты говоришь, that's it, bro. That's it. Well played или well done. Хорошо сыграно. Или отлично сработано. И еще у нас осталось приветствие и прощание. Good morning или good evening. Доброе утро или вечер. Guys – это ребята. Hello team или hello guys – это привет команда или привет ребят. What's up или sub еще сокращают на сленге. Sir. Sir. Это как дела или как оно. Типа, как оно. Hey, sub dude. Sub dude. Как оно у тебя. Dude. Buddy или man – это дружище, братан, дядя, мужик, все такое. Dude. Buddy. Ну вообще dude – оно иногда как чувак употребляется. Это может быть даже немножко, не то что оскорбительно, но вы поняли. Но я обычно говорю dude. Where are you from? Откуда вы? Can I go somewhere? В начале раунда мы говорим, можно я пойду на ту или иную позицию. Например, can I go be? Или can I go ramp? Can I hold ramp? Can I play ramp? Или I will play ramp, если ты даже спрашивать не хочешь. Goodbye или bye – это пока. See you – это увидимся. See you later. Увидимся позже. И good night или have a good night или have a good day – это хорошие ночи. И хорошего дня. В целом, для начального понимания, я думаю, этого вам точно хватит. Вы сами видите, какая тут куча. И я вполне мог что-то пропустить. Так что, если вдруг тебя интересует какое-то слово или фраза, обязательно спрашивай в комментах, и я обязательно тебе отвечу. Самое главное, пчелиные, не бойтесь говорить. Слушайте и гуглите, как называется та или иная позиция. Больше слушайте, как и что говорят иностранцы. Если вы не понимаете, то переспросите. Can you please repeat it? Если самому будет нравиться, то все произойдет гораздо легче, чем казалось. Со временем вы реально подтянете свой английский. Так что обязательно мониторив все соцсети, подписывай. А нет, стоп. Follow my channel, press the like button if this video was useful for you. And see you soon, buddy. Спасибо за просмотр, короче. И, как всегда, большое спасибо моим спонсорам. Субтитры сделал DimaTorzok